Сегодня 24 марта и ежегодно 24 марта по решению Всемирной Организации Здравоохранения отмечается Всемирный День Борьбы с Туберкулезом. Символ этого дня — белая ромашка, как символ здорового дыхания. Наверное, именно букет из ромашек сегодня хочется подарить всем врачам-фтизиатрам, которые следят за здоровьем наших легких. И у нас сегодня в гостях Марина Лихляйдер, главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера, специалист-фтизиатр Министерства Здравоохранения Челябинской области, с которой мы и проведем небольшую просветительскую беседу. Марина Владимировна, доброе утро! Доброе утро, Марина Владимировна! Объясните нам всем, чётко, научно, не научно наоборот, но популярно, что такое туберкулез. Туберкулез — инфекционное заболевание, которое вызывается микобактерией туберкулеза и передается она воздушно-капельным путем. Заразиться можно от человека больного туберкулезом. А какова ситуация в области? Позитивно. В области ситуации у нас нормальная. В каком плане? Значит, заболеваемость у нас по прошлому году снижается. Смертность у нас за 5 лет снизилась уже на 49% практически. Вот, поэтому... Но всё равно цифры остаются достаточно высокими. Потому что Всемирная организация здравоохранения поставила задачу к 2035 году элиминировать туберкулез из общества. Что это значит, элиминировать? А вот как с ОСПО в своё время справились, так вот и туберкулез хотят... Полностью победить... Да, полностью победить. А это возможно? Вот прям, чтобы полностью... Ну, по вашему мнению? Я думаю, что, скорее всего, нет до такой степени. Но всё равно цифры заболеваемости всё равно снижаются. Так, ну тогда давайте обсудим, какие способы обследования? Вот что нужно делать? Обследование традиционно, взрослые обследуются, флюорографии раз в год. И это нужно делать в обязательном порядке, потому что всё равно заболеваемость у нас всё-таки находится на достаточно высоком уровне. Вот. А у детей ежегодный скрининг, реакция МАНТУ и диаскин-тест. Ежегодно так же всё. Понятно, понятно. Вообще, мы за эфиром с вами поболтали, расскажем нашим телезрителям о том, что если попасть в диспансер, то ты получаешь шестиразовое питание в день. И, собственно, полный комплекс услуг. Вообще, изначально мы говорили о том, что у Марины Владимировны как раз на базе больницы, скажем так, есть временный пункт... Пункт временного размещения. Да, пункт временного размещения людей, которые вернулись из-за границы. Да, да. Так вот, они приезжают туда и целых две недели находятся там. Пятизвёздочный отель, всё включено у нас в больнице. Шестиразовое питание, обследование. Отличается это от пятизвёздочного отеля только отсутствием бассейна. Всё остальное есть. Дима выяснил специально. Ну ладно, давай вернёмся к туберкулезу. Да, Марина Владимировна, методы профилактики. Профилактика, прежде всего, это прививка для ребёнка. Так. Когда он родился и в роддоме сразу делает прививку МЦЖ. И она, в принципе, защищает ребёнка на дальнейшую жизнь. Если прививка не была сделана? Большой риск, что ребёнок заболеет туберкулёзом. Как во взрослом возрасте можно предотвратить это? Если, ну, у родителей всё время не подумают. Во взрослом возрасте можно предотвратить только здоровым образом жизни, укреплением иммунитета и всё-таки ежегодным прохождением флюорографического обследования. Настаиваете, значит, хорошо. Настаиваю, потому что чем раньше выявить, тем его проще вылечить. А по наследству это передаётся или нет? Нет. Отлично, только воздушно-капель. Только воздушно-капель. Мы все будем отправлять прямо сейчас на флюорографию? Да. Правильно. Прямо сейчас. Где можно пройти флюорографическое обследование? В поликлинике по месту жительства в области достаточно. В каждой поликлинике есть цифровой флюорограф современный. Поэтому всё это доступно для населения. И пожалуйста. Сейчас в сложившейся ситуации какова обстановка вообще в поликлиниках? И можно ли обращаться с подобными запросами в поликлинику? И много ли там народу, чтобы люди не боялись сюда пойти как минимум? В принципе сейчас ситуация всё равно находится под контролем. И рекомендации идут только тем, что если человек почувствовал недомогание, не нужно идти в поликлинику. А если ты здоров и ты желаешь пройти флюорографию, конечно, это нужно сделать пройти. Вот. Может быть чуть попозже сейчас вот когда стихнет вот эта вот ситуация с коронавирусом. Но всё равно нужно помнить об этом и заботиться о своём здоровье. Это самый главный, самый правильный совет мы только что получили. Друзья, заботьтесь о своём здоровье. Марина Леклейдер, главный врач Челябинского областного клинического противотуберкулёзного диспансера, специалист в тезиатор Министерства здравоохранения Челябинской области была у нас и вот нас просветила.